Вы тоже заметили, что арбитражем занимаются только одни миллионеры, которые по классике должны иметь дорогую машину, последний айфон и настенные часы, которые они почему-то носят у себя на руке? В какой момент сфера арбитража стала развлечением для богатых? И почему каждый уважающий себя бизнесмен считает долгом рассказать своим подписчикам в Телеграме, как он зарабатывает миллионы на таких схемах? С одной стороны, принцип работы с арбитражем максимально простой, но на самом деле имеет очень много подводных камней, которые влияют не только на объем вашего профита, а и на потенциал потери денег. Существует большое количество способов арбитража, но смысл у всех очень похожий. Покупать в одном месте дешевле, потом продавать в другом дороже, разницу себе в карман и можно начинать радоваться беззаботной жизни. Но так ли это на самом деле, вы узнаете в этом видео. Сегодня в ролике мы разберем, как работает межбиржевой арбитраж, каким образом формируется доход, можно ли зарабатывать на арбитраже в рамках одной биржи, сколько можно заработать со 100 долларов и с какими проблемами приходится сталкиваться при арбитраже криптовалюты. Привет друзья, меня зовут Влад и вы на канале Коин22. Если ты хочешь регулярно смотреть интересные и полезные ролики, для этого стоит всего лишь подписаться, поставить лайк этому видео, а также нажать на колокольчик. И таким образом ты не пропустишь наши следующие ролики, которые будут выходить все чаще и чаще. Тебе спасибо, а мы начинаем. Итак, две недели назад на этом канале вышло видео про P2P-арбитраж, для использования которого требуются банковские карты. В том ролике мы разобрали, как псевдо-бизнесмены обманывают новичков, которые хотят такой же богаты жизни, как им показывают в ТикТоке. Обязательно посмотри, чтобы знать эти мошеннические схемы. А если вы все-таки решили попробовать заняться P2P-арбитражем, то скорее всего все ваши банковские карты уже давно заблокированы и вы ищите какой-то новый способ. Могу вас немного обрадовать и продемонстрировать один популярный метод, для которого не требуются банковские карты. Но скажу сразу, проблем с ним будет не меньше. Это арбитраж между или в рамках одной биржи. Сперва давайте разберем вариант с одной биржей. Называется он внутребиржевой арбитраж. Этот вариант подразумевает совершение сделок с разными криптовалютными парами исключительно на одной бирже. Схема работы может быть представлена в виде треугольника, так как для того, чтобы осуществить эту операцию, нужно использовать минимум три актива. Один из которых должен быть стейблкоин, но это не обязательно. Для примера возьмем эфир, биткоин и стейблкоин USDT. Наш треугольник начинается с покупки битка за USDT, далее мы продаем биток за эфир и последнее действие продажа эфира за USDT. То есть мы должны сначала приобрести любую крипту за стейблкоины или можно через фиат. Далее нам нужно подобрать валютную пару, в которой котируется первая криптовалюта по выгодному курсу и выполнить обмен. И последнее это продажа полученных в результате обмена монет и фиксации прибыли. Полученный доход мы можем либо оставить на бирже, либо вывести себе на кошелек или на банковскую карту. Таким образом мы можем получать доход между разницей цены монет, но при этом конечно же нужно учитывать комиссии покупки и продажи, которые непосредственно влияют на конечный результат. Если между монетами будет хороший спред, это разница между покупкой и продажей, то на выходе можно зафиксировать прибыль. По мнению многих, кто этим занимается, главным преимуществом внутрибиржевого арбитража это минимальная оплата за комиссии, поскольку мы не используем другие биржи или кошельки для перевода монет. Но не спешите выключить видео и бежать за поисками крипты для арбитража, ведь нюансов здесь очень много, о них мы поговорим чуть позже. И чтобы было проще понять, давайте покажу как это работает на практике. Будем использовать биржу Binance. В списке монет условно выберем токен стикером бета. Далее перейдем на торговый терминал и в правом углу в поисковой строке укажем бета. Выбираем пару с USDT и на сумму 100 долларов мы получим вот такое количество токенов бета. Не обращайте внимания, что мы работаем через лимитный ордер, самое главное, чтобы вы поняли, как это происходит в техническом плане. Теперь нужно монету бета обменять на биткоин. Выбираем валютную пару с BTC и продаем то количество, которое мы купили. Получаем вот такое количество битка и последним действием будет перевод биткоина обратно в USDT. Для этого также указываем в поле биткоин и выбираем пару с USDT. Указываем количество битка и на выходе получаем 100 долларов и 11 центов. Связка найдена, пользуйтесь, благодарить не нужно. Но есть одно но. Первое – это сама крипта. У меня не было цели заработать и выбрал самую первую, которая попалась мне на глаза. Просто хотелось показать сам принцип, так как поиск крипты, у которой будет разница в спредах, занимает большое количество времени. Ведь нам нужно, грубо говоря, методом проб и ошибок искать монеты, которые торгуются на одной бирже. Второй момент касается комиссии за покупку, а также продажу. Поскольку Binance с обычных пользователей взимает ее в размере 0,1%, то со 100 долларов мы получаем 10 центов только за одну покупку, так как мы совершаем 3 операции, получаем минимум 30 центов комиссионных, то есть уже минус. Ну и последнее, самое важное – это волатильность крипты. Цена меняется каждую секунду, и курс может пойти как вниз, так и вверх. И от этого напрямую зависит конечный результат. Если вы попытаетесь сделать что-то подобное и получите процент профита, это не значит, что он будет получен именно из-за разницы в спредах. По большей части это зависит от изменения курса монеты. Есть исключения на различных непопулярных монетах. Но эти так называемые арбитражные окна закрываются очень быстро. И по факту арбитраж в рамках одной биржи больше похож на обычный трейдинг. Но для положительного результата мы ищем монеты с разницей в спредах, вместо проведения фундаментального и технического анализа. Кстати, я знаю, что проводить качественный технический анализ умеют далеко не все. Но расстраиваться не стоит, потому что с этим может помочь канал Криптополк. Это тот канал, на котором ты каждый день будешь получать прогнозы различных токенов, подборки перспективных прибыльных монет, подробный теханализ крипторынка и многое другое. Если ты до сих пор не знаешь, как правильно выбрать кредитное плечо, как открывать и закрывать сделки, чтобы они приносили профит, это тебе поможет сделать канал Криптополк. Подписавшись на него, ты ежедневно сможешь получать абсолютно бесплатные рекомендации по трейдингам, которые будут приносить тебе прибыль. Так что переходи на канал Криптополк, и ты сможешь прокачать свой скилл в трейдинге и узнаешь, как проводить прибыльные сделки на любых монетах, которые торгуются на крипторынке. Ссылка на канал Криптополк ждет тебя в описании. Итак, разобравшись, можно понять, что с внутребиржевым арбитражем не все так просто, как это написано в методичках. Проблем много, прибыль получать тяжело, и лучшим вариантом будет просто заниматься трейдингом и не мучиться с поиском этих спредов. Вот в арбитраже между биржами ситуация немного другая. Поскольку все монеты торгуются на разных биржах, то их курс может отличаться. На каких-то будет минимальное отклонение, а на других можно заметить довольно-таки большую разницу. При этом наша задача будет покупать на одной бирже дешевле, потом переводить монеты на ту биржу, где их можно будет продать дороже. Собственно говоря, по такому простому принципу и работает данный вид арбитража. Для наглядного примера давайте зайдем на CoinMarketCap, где мы наблюдаем огромное количество различных монет, которые можно покупать, продавать, обменивать и многое другое. Так вот, чтобы далеко не ходить, выберем, допустим, токен Monero. Вот в этой панели есть раздел Market или рынок. Зависит от того, какой язык браузера у вас выбран. Нажимаем на этот раздел и открывается список, где перечислены биржи, на которых можно купить эту монету. Нам стоит обращать внимание на цены, которые, как мы видим, отличаются на разных биржах. И вот эта разница, по сути, и есть наш доход. То есть мы покупаем условно монету на Polonics, далее переводим на биржу Binance и продаем. Ту разницу, которую мы получили после проведения этой операции, оставляем себе. Но с монетами из топ-10, топ-100 или даже топ-1000 редко когда получается зафиксировать хотя бы минимальный процент. Такой способ может работать с токенами, которые находятся ниже тысячи в общем рейтинге криптовалют. Поскольку они не являются особо популярными и биржи не всегда могут придерживаться привязки к одной цене. Чтобы более наглядно можно было понять приблизительный процент доходности на таком арбитраже, перейдем на сайт, который называется CryptoRank. У него есть замечательная функция, которая как раз таки и покажет нам эту разницу в спредах между различными биржами. Если выбрать любую монету, например ту же Monero, можно увидеть кнопку арбитраж. Нажимаем на нее. И открывается вот такая таблица, которая показывает биржи, где торгуется токен и процент разницы спредов. Таким образом у нас есть возможность отслеживать, где монету можно купить дешевле и где продать дороже. Но как я сказал, с токенами из топ 100 большую разницу найти практически нереально. Ведь нам же нужно ее перенести на другую биржу. А это дополнительные траты, которые также нужно учитывать. Можно рассмотреть никому неизвестные монеты из раздела растущие или падающие. Давайте выберем те, которые показали самый большой рост за последние 24 часа. Переходим в растущие и видим множество ноуней монет. Выбираем например вот этот Pitbull, потому что у него достаточно неплохой объем торгов по сравнению с другими токенами. И видим, что он торгуется только на трех биржах, таких как Gate, PancakeSwap и Okix. Для нас самое интересное это разница в цене. На Okix можно купить за 1,15, а на Gate продать с 13% профитом. То есть если купить этого Pitbull на 100 долларов, условный заработок составит 113 долларов. Таким образом мы можем получать процент дохода, но при этом нужно учитывать очень много факторов, которые на это влияют. Ведь я же не зря сказал, что это условный доход. Первый из них это комиссия и время перевода монет. Когда мы хотим перевести специфическую монету на другую биржу, комиссия взимается исходя с сети, в которой находятся токены. Если комиссия за перевод средств будет высокая, то весь минимальный профит уйдет на ее оплату. Также немаловажным моментом является время перевода. Опять-таки, непопулярные токены не всегда можно вывести в ту же минуту, когда мы их купили. Зачастую требуется подождать, когда у биржи соберется достаточный объем, который она отправит на вывод. Конечно, если это централизированная биржа и ваша заявка на вывод каких-то непонятных мем-токенов может провисеть там час, два, а то и сутки. А из этого вытекает следующая проблема – волатильность и изменение цены. Криптовалюта сама по себе нестабильна, и курс монет меняется по несколько процентов в секунду. А для того, чтобы зарабатывать именно на разнице цены, которую предоставляют различные биржи, это совсем не нужно. Ведь пока мы будем покупать, потом продавать тот или иной токен, его цена может существенно измениться, не в нужном нам направлении. И таким образом потери будут гарантированы. Я не спорю, есть варианты, которые при правильном подходе можно использовать и зарабатывать. Но помимо тех подводных камней, которые я озвучил, одной из важных проблем является время, за которое можно осуществлять такой арбитраж. Ведь здесь, точно так же, как и с P2P, такие схемы не вечны и очень быстро перестают работать. Ведь даже после того примера с питбуллем, процент через несколько секунд стал меньше. И если вы сейчас решите проверить, уверен, он будет уже совершенно другой. Вообще, классический арбитраж валюты появился именно на рынке Форекс, где торгуется валюта различных стран. Поскольку волатильность у них минимальная, можно получать доход с помощью арбитражных окон, которые время от времени появляются. Но при этом, чтобы получать хороший доход, следует использовать большие денежные объемы. Так что лично мое мнение, арбитраж достаточно спорный вид заработка, который в редких случаях может приносить доход, уж тем более на постоянной основе. Как я уже упомянул, лучше заниматься трейдингом, процент дохода больше и заморочек гораздо меньше. Также следует брать в учет очень много схем обмана, о которых много кто не знает, но они существуют. Если вам интересно, о них я могу рассказать в будущих роликах. Так что если хочешь увидеть, проявляй активность в комментариях. И само собой подпишись, ведь в следующем ролике мы разберем самые полезные сайты для работы с криптой и расскажем о полезных фишках, которые ты 100% не слышал. Поэтому ставь лайк этому видео и мы будем ждать тебя в следующем ролике. Спасибо тебе за просмотр, желаю тебе удачи, до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok